Глобальный IT-сбой в мире, как банки, компании и авиакомпании в момент остановили работу. Байден будет выходить из президентской гонки? Действительно ли авария на ростовской АЭС привела к выбросу радиации? И военные учения России вместе с Китаем? Это новости сегодня. С вами Карина Клышун. Приветствую вас. Из-за жары в РФ происходят аварии как на ТЭС, так и АЭС. Обвал энергосетей продолжается уже второй день. В интернете появилась дополнительная информация об аварии на ростовской АЭС, где остановилась работа реактора. Некоторые местные паблики сообщают, что в результате этой аварии произошел выброс в атмосферу радиоактивных изотопов. Как пишут некоторые паблики, радиоактивное облако полетело в сторону Саратова. При этом, по данным Росатома, все якобы в норме. Радиоактивный фон нормальный. Хотя местные знатоки говорят, что он превысил норму в 75 раз. А российское правительство это просто скрывает. По их словам, это фейк. Что происходит на самом деле, конечно же, никто не знает. Но из аптек уже пропадает йод. Также известно, что еще утром хотели отменить занятия в школах. Помнится мне, что аварию на Чернобыльской АЭС власть СССР также скрывала. В целом, из-за аварии на АЭС 2,5 миллиона россиян остались без электричества. Но, как говорят на станции, все работает стабильно. Сегодня во всем мире случился глобальный IT-сбой. Множество компаний в один момент прекратили свою работу. Это и лондонская биржа, и Windows, и авиакомпании, банки, и системы аэропортов. Как в Европе, так и в США, Азии и даже Австралии. Зарубежные СМИ сообщают, что глобальный сбой может быть вызван конфликтом между антивирусом Кроустрайк и Windows в системе во время обновления программы. И пока специалисты ситуацию устраняют, люди не могут ни улететь, ни прилететь. Также не могут записаться к врачу и провести операции в банках. Некоторые телеканалы не могут транслировать передачи. Диснейленд попросил посетителей покупать билеты в кассах, а не через сайт. Но, как заявили в России, этот сбой их почти не задел. Ведь Windows не предоставляет им лицензию. А авиакомпании работают в штатном режиме. Поэтому импортозамещение у них сразу же похвалили. Правда, решили не рассказывать, что из-за того же импортозамещения самолеты падают так же часто, как снег зимой. Демократы уговорили партию отложить официальное объявление Байдена кандидатам в президенты. Об этом сообщает New York Times. При этом потенциальные сменщики Байдена в президентской гонке набирают обороты в своей пока что потенциальной президентской гонке. Последние новости из США далее в нашем сюжете. Демократы ополчились против Байдена. Издания The New York Times и Washington Post сообщают о том, что лидеры демократов выступают против участия в выборах действующего президента. И даже добились переноса официального объявления кандидата от демократической партии. Джеффрис и Шумер в частном порядке предупредили Байдена, что он может поставить под угрозу демократов. Лидеры демократов на отдельных встречах на прошлой неделе предположили, что кандидатура Байдена может подорвать надежды партии и контроль над Палатой представителей и Сенатом. Давление на действующего президента США с каждым днем лишь усиливается. Возраст Джо Байдена – одна из болевых точек, на которую уже несколько лет активно давит Дональд Трамп и его последователи. Дебаты с Дональдом Трампом стали отправной точкой, после которой в президенте США засомневались уже и однопартийцы. Когда начали спонсоры замораживать счета, там около 90 миллионов, да, большие спонсоры. И вот, собственно говоря, вот эта дестабилизация изнутри демократической партии и произвела к тому, что рейтинг Байдена начал опускаться и опустился еще, собственно говоря, ниже, чем до этих дебатов. А пока в синем углу ринга секунданты сомневаются в собственном кандидате, в красном республиканском углу рейтинги жертвы покушения понеслись вверх. А после замаху, да, покушения на Трампа, конечно же, это абсолютно технологическая история, что рейтинг его вырос. В демократической партии считают, что взлет Трампа и пике Байдена может повлиять не только на ход президентской гонки, но и на выборы в Конгресс. По мнению демократов, дальнейшее участие в гонке Байдена облегчит республиканской партии шансы на получение большинства в обеих палатах на выборах. Байден в ответ на критику союзников заявляет о том, что его выход из президентской гонки возможен лишь в том случае, если врачи обнаружат у него проблемы со здоровьем. И тут мы подходим к самому важному. Проблема ведь не только в президенте Байдене. Демократов в целом захлестнул серьезнейший кризис. Ведь даже самые активные противники выдвижения Джо не могут предложить альтернативного кандидата, у которого были бы шансы победить Трампа. Ключевая сложность в том, что любой кандидат, который примет участие сейчас, кроме Байдена, в соревновании, скажем, избирательным с Трампом, учитывая очень небольшие рейтинги этих кандидатов, ну 2, 3, 5, 7 процентов и небольшое времени до дня выборов, ни один из кандидатов, скорее всего, не успеет раскрутиться настолько, чтобы действительно конкуренцию серьезно составить Трампу. Чуть ли не единственной альтернативой Байдену, которая под силу победить Трампа, американские журналисты называют бывшую первую леди США Мишель Обаму. Проблема в том, что Мишель на момент весны 2024 года заявляла о том, что она не желает выдвигаться в президенты. Один из влиятельнейших демократов, бывший президент Барак Обама, пока остается в тени. И, по мнению многих, именно в его руках сосредоточены важнейшие рычаги, способные повлиять на президентскую гонку. Китай и Россия начали военно-морские учения с боевыми стрельбами в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters. Известно, что 15 июля суда вышли из военно-морского порта Джанцань в провинции Гуандун на юге Китая. По данным СМИ, также в планах провести артиллерийские стрельбы. Детальнее в сюжете. Российская Федерация и Китай начали военно-морские учения с артиллерийскими стрельбами в Южно-Китайском море, сообщает Reuters. И все это после того, как НАТО назвали Пекин решающим фактором, который способствует в войне в Украине. Мы также познали сигнал от всех чинов НАТО и Соединенных Штатов, который является основной ролью Китая в российской агрессии против Украины. Китайско-российские учения проходят после завершения отдельного совместного военно-морского патрулирования в северной части Тихого океана. В нем участвовал отряд кораблей Тихоокеанского флота России. Между тем, в Пекине подчеркивают, что совместное китайско-российское патрулирование способствовало углублению практического сотрудничества между двумя странами по многим направлениям и отраслям. По стандартам НАТО это даже не учение, это совместная тренировка по совместному плаванию. Россия становится естественным партнером Китая в этом противостоянии, демонстрируя таким образом, в том числе и этими учениями, свою сопричастность к процессам в Тихоокеанском регионе. В китайском порту состоялась церемония открытия китайско-российских военно-морских учений под названием «Морское сотрудничество 2024». Это стандартная установочная конференция перед учениями, большими или малыми, или совсем малыми, но такой церемониал он являет. Это церемониал, это обычная процедура на международных мероприятиях. Обе страны должны развернуть не менее трех кораблей, каждая для трехдневных учений. МВФ России и МВС Китая уже провели артиллерийские стрельбы в рамках совместных учений. Это отработка взаимодействия. В современных морях основной вид противостояния – это ракетное оружие. Артиллерия является вспомогательным средством для борьбы. Поэтому проведение совместных артиллерийских стрельб – да, это отработка взаимодействия, отработка радиосвязи, чтобы стороны понимали друг друга. Но и нельзя сказать, что Китай так зависим от России. Ведь у них свои планы. Китайцы интерес значительно шире распространяются, и значительно не менее важным для них является арктическая зона. А вот здесь между россиянами и китайцами возникает серьезное противоречие. Как и приарктические страны Европы и Америки, Китай хочет доступа к Северному Ледовитому океану. Это же и касается международной арены, на которую Китай хочет произвести впечатление. Чем больше у него партнеров, больших и малых будет в его операциях в Южно-Китайском море, тем впечатлительна его позиция. Когда Китай сам – это одно, когда к Китаю присоединяются одна или две страны еще, это уже международная деятельность и выглядит на международной арене совсем по-другому. Не Москвой единой. Чтобы не отставать от так называемых трендов, Беларусь также еще с 8 июля проводит военные учения с Китаем в непосредственной близости к белорусско-польской границе. Хоть бы недопрезиденты Путин и Лукашенко не подрались за тот Китай. Это учения, которые проводили Беларусь в присутствии китайских, китайское подразделение приехало в Беларусь и управление учением были представители китайской стороны. Совместные учения проходили накануне саммита НАТО в Вашингтоне, посвященного 75-летию организации. В России максимально готовы к продолжению войны. Земли хватает. С начала полномасштабной войны в Украине госрасходы РФ на расширение кладбищ выросли втрое. Всего в России потратили около 125 миллионов за два года. Таким образом, за первых два года полномасштабной войны в Украине на расширение кладбищ потратили почти в три раза больше, чем за два ковидных года. До встречи!